Телеканал КРТ представляет Почему? Во всех регионах нашей великой старой необъятной родины под названием Советского Союза запасов воды немерено. Мы могли весь мир напоить. Просто когда олигархи начинают разворовывать это и контролировать все эти ресурсы, сейчас активно вырубается тайга. А тайга это не российская принадлежность, это легкие мира, как и амазонки. Вот две точки, противоположные, Амазония и тайга, они обеспечивают качество воздуха. А подземные водные ресурсы обеспечивают всю землю качественной водой. Вот я начал вам говорить, Каддафи, зачем меня пригласил? Я говорю, Каддафи, вам не хватает воды? Он говорит, я могу этой водой напоить всю Африку. Но скважины построены почти за километр от Триполи. Он говорит, не какой километр? Полтысячи километров. Говорит, но пока вода оттуда приходит, она становится непригодной для питья. Ты можешь сохранить ее качество? Я говорю, могу. Сколько тебе надо миллионов? Помните знаменитые фильмы наши? Я взяток не беру. Я деньгами не беру. Он говорит, а что тебе надо? Я говорю, я гражданин Украины. Нам не хватает нефти. Он говорит, я понял. Я дам вашей стране столько нефти, сколько ты очистишь воды. Я говорю, нефти не хватит. И я новые набурю. Договорись. Я пошел. Не буду фамилии называть. Они все сейчас живы. И премьеры бывшие, и министры бывшие. Только они партию меняют, окраску меняют. Но от этого лучше они становятся. Никто не заинтересовался. Все задавали один вопрос. А в этой цепочке где я? Я говорю, а вы все в трубе? В прямом и переносном смысле. В прямом, что это труба, которая приносит нам благосостояние. Не, нас бы порвали, конечно, потому что начали бы этого не вделить. А Маммали Кадага мудрейший человек. Почему я начал с того, что я вырос в Средней Азии? Средней. Не центральной, как Америка говорит. А наша Средняя Азия из вот 5 наших республик. Я их называю. Это родина моя. Тоже моя родина. Я там детство был. Я там учился. Я в университете. Первую половину жизни может быть одной из лучших. Я получил там, когда вся профессора была. А каким образом тогда можно было очистить воду в Ливии, во всяком случае? Вообще, вот как для меня, очень просто. Но я об этом не говорю. Потому что, в принципе, для этого надо иметь тот, да, гигантский запас знаний, которыми меня учили. И физики, и химики, и теоретики, и технологи, кто угодно. Я впитал. Я знал почти весь мир. Ученых мира. Легко можно было это сделать. Но никто не заинтересовался. Но пока шли вот эти переговоры, американцы почувствовали угрозу со стороны Каддафи. Ну, все, что произошло, его порвали, уничтожили на куски. А у Фиделя я научился тому, о чем я говорю. Фидель пригласил меня, чтобы я обеспечил Гавану хорошей питьевой воды. Там озеро относительно недалеко от Гаваны. Это уже... Но вода везде разная. И одна технология применяться для разных ситуаций не может. Надо уметь находить нормальную логику, но Божью логику, чем вода больна и что требуется, чтобы восстановить то качество, которое нам необходимо. Вот один из выдающихся академиков Туркменистана, Эсенов, директор Института пустынь, он угощал меня арбузами, выращенными в пустыне, где вообще нет воды. Он зернышки сажает, верблюжьи колючки. Срезает верблюжью колючку, расщепляет ее, ну, 5-10 сантиметров от песка горячего. И засовывает туда это зернышко. А глубина корней несколько десятков метров. У верблюжьей колючки, они растут только в песках. Ничего чистить не надо. А Фидель меня спросил. Я ему сказал, каким образом, какой алгоритм нужен для того, чтобы Гавану обеспечить водой. Он говорит, что бы ты хотел, вот какой подарок тебе сделать, все, что захочешь, все покажу. Я говорю, я хочу видеть клинику, где лечат лейхимию. Он задумался, посмотрел на своих сподвижников. Это ребята коммунистические, мощные, сильные ребята. Они все переглядывали. Говорят, у нас никто никогда не... Это самая секретная точка во всей Кубе. Только в Гаване есть центр по лечению лейхимией крови. Он говорит, зачем тебе это надо? Я говорю, я хочу таким образом лечить воду. Он говорит, это возможно? Я говорю, думаю, что да. Он приказал своему первому заму по политбюро. Тут показал мне больницу, и главный хирург этой больницы показывал мне как. Кровь лечат озоном. Самый сильный природный окислитель. Я ему спрашиваю, говорю, ну, озон должен сжигать всю кровь. Он говорит, да, если его давать много. А если давать микроколичество, то нормальная клетка и больная клетка, они по-разному реагируют на разрушение. Прежде всего страдает больная клетка. Она менее защищена и менее устойчивая. Так когда даешь малую дозу, погибают больные клетки, а здоровая остается. Почему лечение длительное? Маленькими дозами, микро, либо, как сейчас принято, нано, количествами, вылечивают. Процесс длительный, но стопроцентный. Сколько наших украинских детей после Чернобыля лечилось вот там на золотых пляжах Гавана? Я это видел, я гулял среди этих детей. Дети вставали на ноги. Кстати, сейчас эту программу давно закрыли. К сожалению. А Куба делала для нас бесплатно. Слабая, голодная Куба бесплатно лечила наших детей. А мы это забыли. А я это помню. Я тогда рассказал бесплатно, что надо делать Кубе. А потом мы разорвались, наши отношения. Мы отошли от своих принципов, которые Фидель переступить не мог. Он очень правильный человек. Я горжусь, что лично знаком был и с Фиделем Кастро Рус. Когда я приехал, рассказал Патону. Он говорит, это Рути Мэл? Я говорю, да, ну и дурак. Я пишу, говорю, а ты слепок не сделал? Говорит, это же легендарная личность. Великий Патон, еще живой. Патон. Ну, это...